Всем привет! Меня зовут Жанна Ващенко. Я основатель и главный декоратор творческой студии Zephyrka Bubbles. В сегодняшнем видео уроке я вам покажу, как сделать вот такой прекрасный василек. Для создания василька нам потребуется фоамиран толщиной 1 мм. Цвет по желанию. Если у вас фоамиран китайский, например, как у меня, лист идет 50 на 70, то потребуется примерно 2,5-3 листа. Если у вас фоамиран иранский 60 на 70, то примерно 2-2,5 листа. Немного зеленого фоамирана, точно так же 1 мм толщиной. Либо обрезки, либо фольга. Также малярный скотч широкий. Пенопластовый шарик в диаметре 10 см. Любая проволока, достаточно плотная. У меня это идет от искусственного листа монстеры, то есть здесь проволока и она в такой как бы оплетке получается. Отрезок примерно 30-35 см, можно даже меньше. Бакорезы, ножницы, проволока. Я использую красивую алюминиевую проволоку толщиной 1 мм. Она продается в магазине Леонардо. В основном она применяется для бисероплетения. Цвет можно тоже выбрать любой. Серебристый, нежно-голубой, синий, она бывает разная. Бусинки. Бусинки у меня 7-10 мм в диаметре. Горячий клеевой пистолет. И строительный фин. Это все, что нам потребуется. Приступим к созданию основы. Сейчас покажу, как изготовить основание. Здесь у меня шарик. И мне нужно дорастить небольшую выпуклость. Это можно сделать с помощью фольги. Берем фольгу. Допустим, примяли. Вот таким образом доращиваем. Фольги у меня мало сейчас. То есть я вот этот кусочек сейчас приклею. И затем можно вот еще взять обрезки. Обрезками дорастить. Либо сразу же из обрезков сделать нужную часть. И, соответственно, дорастить ее на шарике. Можно поступить вот таким образом. Все это я буду крепить малярным скотчем. Вот небольшая часть. Еще немного по бокам нужно дорастить. Можно приобрать отдельные кусочки. Складывать. И вот таким образом их доращивать. Можно также использовать изолон. Разницы никакой нет. После того, как дорастило, все хорошенечко малярным скотчем обматываю. Все, основа готова. Теперь нужно проделать с обратной стороны отверстие и вклеить вовнутрь проволоку. Клей наношу на саму проволоку. Немного жду, чтобы не прожечь пенопласт внутри. Засовываем. Основа готова. Теперь приступим к лепесточкам. У меня будет два размера. Поменьше и побольше. У одного размера идет 3 зубчика. У второго тот, что побольше, 4 зубчика. Итак, как я обрабатываю маленькие лепесточки. Нагреваю каждый зубчик. Здесь вам потребуются ногти. И каждый лепесточек буду ногтями проводить прожилки. Можно даже несколько прожилок. Вот что должно получиться. Так поступаю со всеми. После того, как прожилки сделаны, кончики буду нагревать и немножечко проворачивать. Вот что получилось. Теперь нагреваю вот эту часть. И уже с вот этой стороны, не с обратной, точно так же проделываю ногтями прожилки. Будьте очень аккуратны, чтобы не порвать материал. По сути, лепесточек готов. Но вот эти края у этих двух зубчиков я сейчас поднагрею и чуть пониже, точно так же вот с обратной стороны протяну еще прожилки. Их можно протягивать прям в сторону. Не ровные делать, а именно в сторону. Тем самым лепесточек будет пышнее. Обратите внимание, даже без фена это прекрасно получается. По сути, лепесток готов. Теперь его можно склеить. Клею следующим образом. Заворачиваю небольшую часть кончика, буквально сантиметра три, и на него наклею вторую часть. То есть, такой своего рода конвертик делаю. Тоненькую полосочку клея. Можно это делать на секундный клей. И как раз вот эти вот части, которые я вытягивала в обратную сторону, я еще немножечко подтяну, чтобы они раскрылись. Получается очень интересный такой лепесточек. Все то же самое я сейчас буду делать с большими. У большого я точно так же обработала эти надрезы. Теперь формирование вот этой части у меня будет происходить не с этой стороны, а также с обратной, как я делала с зубчиками. Вот что выходит. Теперь вот эти боковые части точно так же нужно еще доформировать. лепесток сформирован. Теперь вот кладу его таким образом и склеиваю его точно так же, как склеивала маленький. таким же образом. Вот так. Клей наношу сантиметра три с половиной. Клепесточек готов, но это еще не все. Теперь беру проволочку, сантиметров 12, отрезаю два кусочка по 12 сантиметров и две бусинки. Это будут тычинки. Наношу клей на кончик проволоки, вдеваю бусинку. Вот что получается. То есть на один такой большой лепесточек мне нужно две такие тычинки. Все, тычинки готовы. Так как у меня здесь внутри пустота, я беру эти тычинки, наношу сантиметра три-три с половиной клей, вклеиваю их вовнутрь до упора. Эти проволочки, точнее эти тычинки, еще и будут служить у меня своего рода такой жесткостью. И прижимаю, так как на проволоках клей, здесь эта часть нижняя склеивается друг с другом. И вот что получается. Вот таких лепесточков потребуется 10 штук. И малышей потребуется штучек 13-15. Может быть даже меньше, может быть 10. Теперь самое время начать приклеивать. Основа. приклеивать я начну с больших лепесточков. Вот у меня лепесток. Отгибаю эту часть вот таким образом. Проволочки тоже можно подогнуть. Отгибаю так, чтобы мне было удобно приклеить. Вот здесь. Вот как я клею. Вот эта тыльная сторона, она как бы вовнутрь смотрит. наношу клей. Опять же, за счет того, что здесь проволока, есть жесткий каркас, лепесток держит хорошо форму. И отгибать его можно по-разному, пошире сделать, повыше сделать. Как раз таки за счет проволоки. И сейчас по кругу начну обклеивать все большие лепесточки. Я приклеила лепестки. У меня поместилось 8 штук. В принципе, супер. Можно их чуть-чуть отогнуть. Если хочется, вот что получается сейчас. Хотите, можете их наоборот, повыше. Хотите, можете второй ряд добавить ниже. Если захотите добавлять второй ряд, то берем лепесток, соответственно, их должно быть 16 тогда. И между двумя лепесточками предыдущего ряда начинаем их приклеивать. Мне очень нравится вот с одним рядом. Малышей буду приклеивать следующим образом. Вот сюда кончик. И буду начинать с серединки. То есть на кончик нанесла сантиметра два, приклеила. И так заполняю полностью все пространство. Тем самым серединка будет достаточно пухленькая такая, объемная, пышная. Хотите, можете добавить еще тонировку. Тоже будет классно смотреться. Ну и полностью серединку сейчас буду все заклеивать. Серединку подклеила. У меня ушло 12 таких лепесточков. Вклеивайте так, чтобы не было видно никаких просветов. Это промежуточный результат. Теперь осталось подклеить только нижнюю часть. Вот эти вот лепесточки, опять же, можно отогнуть, если хочется. Один можно сделать выше, другой ниже. Все зависит от фантазии. Лепесточки. Они у меня небольшие. И их нужно достаточно много. Я сейчас нарезала, наверное, штучек 20. Возможно, буду дорезать. Здесь все просто. Точно так же нагреваем и ногтем проводим ложбинку. Как наклеиваю? Наклеиваю сверху. То есть сначала буду рядок проходить вот таким образом. Сразу буду показывать. клей наношу таким треугольничком. Приклеиваю. И друг за другом иду, закрываю все видимые части, чтобы ничего не было видно. У меня лепесточки идут внахлёст. Буквально чуть-чуть. Миллиметров 5 захватываю. Первый ряд приклеен. Я надела еще листика. Теперь второй ряд. Точно так же наношу клей. И второй ряд я чуть ниже сантиметра на 2 ниже предыдущего ряда приклеиваю. И точно так же друг за другом иду по кругу и приклеиваю. мне очень удобно делать следующим образом. Я наношу клей на несколько лепестков сразу, штучки на 3 и потом с первого лепесточка, на который наносила клей, я их затем по кругу начинаю приклеивать дальше. во втором кружочке лепестков будет чуть меньше, чем в первом. Вот уже видно, как они смотрятся. в идеале лепестки затонировать края коричневой краской. Будет очень натуралистично смотреться. Второй ряд у меня готов. И теперь последний третий ряд я его буду подклеивать прямо вот здесь к основанию. Между двумя лепесточками предыдущего ряда он попадает у меня. И таким образом я завершаю последний третий круг. Я подклеила третий ряд. Очень аккуратный получился василек. Небольшой. У него диаметр василка 35 сантиметров. Поиграйте с тонировкой. Можно взять например белый фоамиран и затонировать его голубым темно-синим добавив немного розового и даже желтого и получится очень красивый василечек. Василе готов? Встретимся с вами уже в следующем уроке. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok